Реконструкция старого моста через реку Опь началась в ноябре 2019-го. Подрядчиком было определено Барнаульское ДСУ-4. А эта компания уже в свою очередь привлекла субподрядчика, новосибирскую компанию «Союз Дорстрой». Именно ее рабочие обратились к нам в редакцию, чтобы добиться справедливости и вернуть деньги, буквально нажитые своим трудом. У меня семья, мне надо кормить их. Я единственный добытчик и сижу два месяца уже без зарплаты. Мне приходится искать случайную работу. В связи с тем, что они не платят. Как-то крутиться и по выходным работать и в ночь, и в день. Алексей пришел работать в «Союз Дорстрой» в апреле этого года по совету друга. Мол, вакансия бетончика, деньги приличные, больше 2,5 тысяч в день по договору. Что при хорошем раскладе 50 тысяч ежемесячно. Каждый день рабочие должны были получать по 200 рублей на обед. Но и эти деньги им не выдавали. Работать бесплатно Алексей больше не захотел и уволился. Прислали бумагу о том, что у меня зарплата начислена 15 тысяч. И даже их не перевели. Что вообще не соответствует ни обещанным в договоре, ни по трудовому кодексу тоже не попадает. То есть даже считать без премии, без всего, что они там написали, никак не выходит. Рабочие, пострадавших около 50 человек, пытались добиться справедливости. Но в дирекции на телефон не отвечают, представители на объект не выезжают. В итоге некоторые обманутые подали заявление в трудовую инспекцию. Написали на сайт правительства Алтайского края. Дело на рассмотрении. Мы тоже пытались дозвониться до новосибирской компании. Безуспешно. Но выяснили, что от нее пострадал и основной подрядчик. Руководитель ДСУ-4 рассказал нам. Нерадивый исполнитель средства, предоставленные авансом, не оправдал. Сроки затянул, а работу не выполнил. Наемные работники же Союздорстроя уже от отчаяния решили через СМИ обратить внимание на свою проблему. Анна Рашагирова, Дмитрий Денисов. День с толком.